В имя Отца и Сына и Святаго Духа Первая заповедь, данная Богом человечеству, как раз была именно заповедь о посте. Она была для нас необходима в раю еще до грехопадения. И тем более, эта заповедь о посте стала для нас еще более необходима после того, как грехопадение уже совершилось. Сотворив человека, Господь принимал прямое участие в жизни самого человека. Он научал его, прежде всего, любви. И для этого дал Господь человеку самую простую, небольшую заповедь. Не вкушать от плодов древа познания добра и зла. Исполняя эту заповедь или исполняя это желание повеления Бога, люди тем самым этим могли проявить свою любовь по отношению к Нему, к Богу. Но поскольку Господь не хотел, чтобы люди что-либо делали по принуждению, Господь наделил человека свободной волей, чтобы они могли свою любовь к Богу проявить действительно добровольно. Чтобы эта любовь не была природным свойством, а именно личным выбором самого человека. После грехопадения и после изнания из рая заповедь о посте, как наше проявление добровольной любви к Богу стало еще нужнее, она стала еще необходимее. И сам Господь постился, мы знаем из Святого Евангелия, на протяжении сорока дней и сорока ночей, оставив нам пример, чтобы и мы в меру своих сил держали пост Святой Четыре Десятницы. Постились и святые апостолы, как сообщает нам об этом книга Деяния. Постились все святые, постились все православные христиане. И пост служит таким необходимым средством для нашего с вами освящения и единения с Богом. Служит тем средством к живому общению, жизни, страданиям, смерти и славе Бога Человека Христа. С давних пор православные христиане лишали себя удобств, всяких разных увеселений, жизненного комфорта и противопоставляли этому пост, молитву, будение, стояние, хождение и паломничество по святым местам и монастырям. И это считалось самым ярким и живым свидетельством православной веры православных христиан. Пост – это не только замена скоромной пищи на постную, но и прежде всего пост состоит в том, чтобы ограничить себя от разных излишеств, разных пристрастий. Например, меньше необходимо спать, воздерживаться от лакомства, воздерживаться от курения и разных-разных причин тех пристрастий, которые есть у каждого из нас. Но Святая Церковь призывает нас, конечно, еще и к духовному воздержанию. Во время прохождения поста очень важно заботиться о подавлении, искоренении греховных привычек, греховных желаний, которые есть у каждого человека. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова о посте, что «если ты не можешь поститься, то почему ты не прощаешь обиду своему близкому? Перемени свой нрав, если ты зол, будь кроток, если ты мстителен, не мсти, если ты любишь злословить, то старайся воздерживаться». Во время прохождения поста, говорит Святитель Иоанн Златоуст, необходимо делать добрые дела, необходимо помогать нуждающимся, необходимо совершать усердную, теплую молитву, то есть работать над самим собой. Другими словами, требуется такое личное, индивидуальное участие человека в своем же исправлении. Но, к сожалению, из года в год мы храним пост слишком внешне, слишком формально и сводя его только к соблюдению одной только диеты, не углубляясь в осознание нашего своего пути ко Христу и к Богу. А между тем, сам Господь всегда приближается к человеку, Господь всегда стучится в сердце самого человека. И, наверное, самое страшное, что могло бы случиться во время поста, нашего с вами поста, это провести его теплохладно, провести его внешне и формально, этот предстоящий для нас с вами пост. И очень важно положить начало правильному посту, чтобы, не как это всегда бывает, когда к концу посту мы собираемся с мыслями, собираемся силами, собираем свою волю для того, чтобы окончить то начатое, что мы начали в самом начале Великого Поста. Очень важно в самом начале положить, углубить свой пост не только чтением священного писания, чтением душеспасительной литературы, которая является действительно тоже обязательной, посещением храма, что является существенным и необходимым, но прежде всего приобщиться к тому самому главному, что есть у Христа. Это прежде всего к его любви, потому что пост это не испытание нас с вами на прочность, это не испытание нашего с вами голода, это испытание прежде всего нашей любви, которую мы с вами тоже в том числе можем проявить и к Богу. И мы должны помнить, что достойное прохождение Великого Поста зависит не только от соблюдения внешних предписаний, но и прежде всего от человеколюбия, милосердия, любви и сострадания, проявленных по отношению к нашим близким, которые всегда рядом с нами есть, а через них и самому Христу. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником Божьей помощи в наступающем Великом Посту.